Внимание! В этом видео будет чрезмерный поток нецензурной лексики. Просьба выйти из вагона всем некурящим женщинам, всем беременным детям и всем курящим мальчикам. Я вас предупредил. Всем привет! В этом видео не будет какое-либо особенное прохождение за Германию. В этом видео я расскажу народ по всем сторонам немецкой гражданской войны модификации в New Order. Дам встретить на то, что игроки сделают с Европой. Чтобы принять участие в дальнейших партиях, достаточно лишь вступить в мой дискорд сообщества и ознакомиться с игровой контой. Все ссылки находятся в описании. Игроки начали потихоньку выбирать все страны, и многие из них, хотя и куда больше разобразия, чем прежде. Однако, зная манеру модификации ДНО, мы не стали расширять список доступных стран ввиду их бесполезности. USA, потому что она как бы тоже вроде в конфликте участвует. Шпиеру помогает. В теории. Разве? Да. Она высадку делает, да, в Европу прям так? Да. Нет, это КВР высадку делает. А только Америка выиграла Вторую мировую войну за счет высадки в Нормандии. И также только Америка, вот только она вот одна, и еще Англия чуть-чуть помогала. Но только Америка выиграла с помощью высадки в Нормандию Вторую, это, гражданскую войну в Германии. Вот все вы должны это знать. Я фильм смотрел, там так... Кто-то протестовал против того, что им не дали поиграть за определенную страну, а кто-то был выжен согласиться, либо вообще было ФК. Ладно, за Шпайделя я могу понять, что кто-то здесь хочет. Вдруг Гейдрих победит. Но чтобы на Ирландию... Чел, я тебя кикнул. В любом случае, атмосфера партии уже была довольно прекрасной. Все радовались и были жизнерадостными людьми, и каждый надеялся на то, что он победит. Я буду Шпайделем, нахуй, за всеми смотреть, блядь. Он говорит, что делать, я буду соуславливать войну, блядь. Я буду всемирным переговорам, нахуй. Минские соглашения, блядь. Япония не должна быть. О, давайте, последний. Последний. Ура! Ура, победа! Давай, давай, ура! А мы на какой скорости играем? Давай, давай, ура! Если, если... Ура, погнали! Все. После начала в Осланде сразу же началась неразбериха из-за того, что люди попросту не умеют читать. Массовая переброска игроков на другие стороны конфликта убдил вокруг всех партизанских восстаний Востока огромную неразбериху в логистике. Вследствие чего, одни за другим, игроки начали капитулировать и уходить в подполье. Смотрите, какая интересная ситуация у нас получается. Каким-то образом у нас тут большую часть игроков на Осланде просто покидала. В итоге... Ребята, объясняй ситуацию. Тут надо было просто внимательно читать ивенты. Да-да-да, я тоже заметил это. Я просто нажал, тыкнул, куда попало. Меня сначала закинуло на евреев, потом другой человек тыкнул, его закинуло на евреев, меня закинуло на реформаторов, и так понеслось. Известный в широких кругах художник по имени Антонино Арто начал карикатурно угрожать тому генералу, что он ступил на его ногу и не извинился перед его величеством. Внимание, я ем чесночный хлеб, блядь. Пфу, из-богу. Люди, завтра всех забанят в Бравл Старс. Начало войны было довольно ошеломляющим. Ярые фанатики СС Германии пытались скрепиться вокруг Реннадда, но уверенное командование и первоначальный антигерский пакт начал рушить надежды эсэсовцев на быстрый захват. Ты думаешь, что это смешно, что бросить твою дико вокруг? Я извиняюсь. Ты думаешь, что это большой дико? Нет. Отвечай. Нет. Нет, нет, но нет. Нет, нет, это большой дико. Нет, я большой дико. Нет, это не так. Теперь я вам покажу. Это большой дико. Наглость консерватора в крайне снизнала, пытаясь устроить самотоху в рядах либерастов с милитаристами. И успешная атака со стороны фон Тресского, взвейного Таше Шонера, начал пробивать Бормана, не давая фавориту шансов на победу. Борман поплыл, Борман поплыл. Ура! Я просто... Брежнев умирает. Это фактическое отступление. Бейр, давай, давай, дави-дави. Дави Бормана, дави Бормана. Ставьте третью скорость, кто хост? Алло, блядь, вы скорость нормальную поставите или нету, ёпки? И вот знаете, что я, блядь, отступаю. Из-за этой ёбаной скорости я, блядь, всираю. Потому что это ультра, блядь, неудобно. В смысле неудобно? Это вторая скорость. Должно быть воевать максимально комфортно. Ну, вообще, на его доме отрицать максимально некомфортно, когда у тебя танк едет пять минут и с одной провинции в другую, когда ты пытаешься выехать, блядь, из котла. Я... В этом тебе надо ещё и смотреть другие фронты, блядь. Ещё и топлива, блядь, нету. Борману жопа. Ладно, я сейчас сделаю по-другому. Мне главное сейчас отступить нормально, блядь. Хули Бормана, Шпеер, не пиздится. В этом был мой план, что они друг друга будут пиздить. Я влечу, хули вы не пиздитесь у ёбки, блядь. О, Германия Бормана, ты можешь объявить себя Австрией Бормана. Велик Австрийский рейх. И пока Мартин Борман готовится у убежища в Корнволе, Германия, а точнее её столица Берлин, начинает полностью осознавать все азы рыночной экономики, подписывая различные договорённости вместе с Санцем Шпазелем. В чём наши цели, те, Буркутя? В общем, Франция, так понимаете, пиздец, поэтому я тебе предлагаю это, блядь, лицензию. В общем, я пойду сейчас, короче, закуплюсь Берлочки у кого могу-то. Украина нет, в том, в Москве она меня кинула. Понимаю. Нет. Не могу, ахватилованный шпыр. Так, я, как-никак, оставиться в Брангермании и решать закупить немножко Берлочки. У кого закупать? У меня закупать, у меня первоклассная Бебра из Санцем Шпазелем. Выкупляй, а у тебя очень важно. У меня Бебра есть, вот здесь вот. Вот здесь вот я Бебру ловлю, у меня теперь здесь, собственно, я здесь рыбалкой, короче, занимаюсь и Беброчку ловлю. Я дил по сотни раз, чтобы... О, я Уэльф, я Уэльф дал чёрный рынок. О, применение. Нас торговый партнёр. Но никто даже не догадывался о том, что из глубин Западной Африки появится какой-то фашистский диктатор, заявивший о том, что он будет исполнить идеи анархофашизма для распространения мировой гегемонии. Я буду там строить свой рейх, короче, всё, а вы дальше там сидите и грузите другую руку эти глотки. А я буду строить собственный рейх. Поддерживаю. Рядом с Антарктикой. Кстати, Гейдрих, специально для тебя, ты, скорее всего, проиграешь, поэтому делай подлодки и дуй на мой остров. Пытаюсь. Давай, давай. А у меня есть эти подлодки, я могу на них сбежать. Давай, давай, беги, беги отсюда. Вали, вали. Вали ко мне, знаешь, куда сейчас. Пока Страсбург мне сдам, не свалю. Сраван. Тургуди, я чувствую, что бы обосрались с попытками дать Гейдриху выиграть. Гейдрих, сахай мой дик. Шпер за бейс в Германии. Ай! Шперу, капец, чё! Хрив, капец, чё! На, не знаю, я перед, я сюда в Гейдриху выologie. Перидж, Перидж! Перидж, приорит забыл Oakley! Перидж, я за тобой в самолет пошёл amer. Перидж, самолет, замешал копеек, Перидж, перидж, перидж вернул. Перидж. Твоей матери мандатал жир. Мандатал жир packages? Чего? Мандал жир. Мандал жир? Мандал жир. Мандал жир? Ну да... Сейчас закатлим. После падения Германии Бормана все ставили между Герингом и Шпейером, надеясь на светлое для них будущее. Однако сопротивление СС не давало покоя безумному либералу, потому и с помощью всех фронтов войска Шонера Ремера легко подавили молодое студенческое движение и начали идти в Альзас. Однако Альзас принял ислам, православие и одновременное язычество, начав молиться на все живое ради существования своей чистой крови. И, видя все это, весь бюджет Бургундии пошел на все влияние в тотальную войну. И среди всей Европы начали обсуждаться мотивы обведения ограниченного военного контингента на территории помирания с Кенигсбергом, дабы остановить безумного милитариста. Нет. Выбивай, выбивай! Геринг, давай быстрее. А как, блин, ну там, за хуя ищите, убивши солдата? Че ты так с этим дурачком учишься? Я его почти убил. Отступай, бургундиец, он тебя уничтожит нахуй. Зачем ты выкушал? Жирный, блядь, хочет скушать. Бургундиец, отступай, блядь. А я отступаю, я еду, у меня иные танки медленные. Нравится Италия. Гейдрих, тебе занять еще три провки, да, и все, там можешь жить, блядь. Я половину своей армии расформировал, чтобы Гейдриху помощь послать. Забавный факт, сейчас у Гейдриха вооружение больше, чем у Геринга. 30 дней я могу наложить дебаф на Геринга очень сильный, который... Блядь, давай. Геринг, я тебе дал кипи черного рынка. Ага, я прожал. У него скоро генералы начнут дохнуть. Поехали, блядь, мне от Шорнера, кстати, подстрелили какие-то твари. Однако в это время, английские и белорусские коллаборационисты отчаянно пытаются победить в гражданской войне на своей стороне. Но единственным гением вышел лишь ведушка, который с помощью хитрых манипуляций смог подкупить весь белорусский народ. Слышь, блядь, король Англии, дави их, блядь, у меня снаряги нету, у меня один завод военный. У меня как будто бы есть снаряга, давлю, давлю как нам. Подарил благо. А, нет, у меня 0 с водой за вон, блядь, у меня одна фабрика. Короче, порно, порно, услышишь меня, говорит, бредок, давай, короче, скинемся и этот, закопаем ламан. Меня выебали, порно, блядь. Нас выебали. Пожалуйста. У меня две дивизии осталось, блядь. Чё это за фокус такой, отлично, ничего не даёт. Так, кто из игроков хочет что-то у меня заказать? Я хочу заказать у тебя винтовочки. Я хочу заказать, можно мне две шавермы с сыром с собой? И спустя долгое время мегалавании, спустя долгие бои за Беларусь, многие генералы Германии и Лэтленда подписали акт о безоговорочной кавитуляции, приняв за собой господство Гейдриха. Ладно, в сложившейся ситуации, когда конфликт в Осланде затянулся и исход вообще не определен, я официально заявляю о том, что, значит, я ливаю, все территории передаются Центральному Европейскому Совету, вся армия расформироваться, а по всему Витушкам он спокойно войти на территорию Осланда. Витушка, заходи. Мы дякую вам, дорогие наши немецкие товарищи. Мы обеспечим то, чтобы главу РК Остланд Франца Вальтера не стреляли, а повесили. Ну, начинается тот Алинн напиздец. А, у меня дивизии отвелись обратно, ай-яй-яй. О, пизда, лупаси, просто, блядь, вас упачают. Гейдрих, ау-да. Господи, вот это вообще стратный мир, это тут хурти. Гейдрих и этот, блин, Гена Гиммлер. И бургский стратный мир. Да, мне не прекратить. Пускай играет нормально. Нет. А вот это нормально. Белорусские партизаны спасут мир. Нужная музыка здесь. В итоге, мир был уничтожен с помощью магии термоядерной войны, в ходе которой погибло все человечество. Вот такой итог партии с игроками. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в мой дискорд-сообщество и участвуйте на новой партии по RedFladu, которая пройдет 2 октября. Все ссылки находятся в описании. Ну, а с вами был я. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и следите за новостями. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok